Дим, привет снова. Привет. Я предлагаю сегодня попробовать новую рубрику ТОП-5 ответов на вопросы рабочих, которые мы получаем при раздаче листовок, в соцсетях, при общении, ну и тому подобное. Давай попробуем. Интересно, что они там задавали нам. Первый вопрос. Вы что, мне предлагаете создать профсоюз? А вы что, предлагаете создать его кому-то другому? И если так, то почему вы думаете, что какой-то другой человек будет что-то делать бескорыстно, безвозмездно за вас? И будет ли он это делать так же эффективно, как если бы это делали вы со своими коллегами? Но я бы вот как-то так отвечал на такой вопрос. Второй вопрос. От профсоюза никакого толку, ничего не изменишь, нужно менять систему. А, это то есть революционер какой-то, да, наверное, попадался? Ну да, я думаю. Ещё есть такие люди, которые говорят, от профсоюза толку нет, надо автоматы в руки брать. Есть такие, да? Есть, есть. Так, ну хорошо, я согласен с тем, что нужно менять систему, потому что система, которая существует сегодня, она неэффективная, несправедливая, и можно выстроить её лучше. Но система не меняется же вот так по щелчку пальцев. То есть, чтобы появлялась какая-то новая система, она должна складываться в рамках действующей. То есть, нужно начинать делать то, что в будущем создаст вот что-то новое на новом уровне. И если мы, допустим, будем рассматривать это так, что не нужно сегодня ничего делать, таких вот каких-то мелких шагов, да, совершать, по щелчку, допустим, если мы представим, что всё поменяется, то мы должны задать себе вопрос, а что будет после того, как произойдёт вот этот щелчок? То есть, какие-то новые органы власти будут складываться, да, новые какие-то отношения. А кто будет это всё возглавлять? И почему эта новая система будет действовать по-другому, да, не так, как это? Ну да, и вопрос, кто будет менять систему. То есть, если мы даже не можем профсоюз организовать, то кто систему-то будет менять? Да, ну то есть, если ты надеешься на то, что какие-то люди придут, революционеры, такие же, как там Ленин, например, Маркс, Энгельс и там Сталин и ещё кто-то, допустим, соберётся такая банда революционеров, да, Че Гевара к ним подъедет, Фидель Кастро, все они соберутся в одной стране, вот такой щелчок сделают, возьмут власть, то где гарантия того, ну, а что в принципе поменяется? Ну да, можно представить, что эти политики, допустим, какие-то будут на благо народа действовать, понижать цены, создавать, строить новые предприятия, внедрять какие-то новые технологии, но получается, вы всё равно будете отстранены от принятия решений, как и сегодня, да, и когда эти вот толпа революционеров состарится и умрёт, то никакой гарантии того, что вместо них придёт Ельцин, Путин и Чубайс, да, допустим, с Березовским, от этого новая система вот эта застрахована не будет. Согласна. Так, вопрос номер три. Я лучше буду выстраивать хорошее отношение с работодателем, чем вступать в вашу профсоюз? Слышал, слышал такие мнения. Ну, что тут можно сказать? Тут вот практика как раз показывает то, что люди выстраивают хорошее отношение с начальством, а начальство с ними выстраивает хорошее отношение до тех пор, пока вот эти люди им нужны, пока они стучат на кого им надо, пока они остаются работать сверхурочно по каждой просьбе, да, пока они, допустим, в коллективе отстаивают точку зрения, да, начальника вот этого, вот до тех пор они, ну, во-первых, хочется ли вам быть самим таким, да, человеком, про которого, ну, откровенно, все остальные, да, в коллективе нормальные люди будут говорить, что вы, ну, жополист, да, будем называть вещи своими именами, ну, так же говорят. Вот, и, во-первых, хочется ли вам самим быть таким человеком, а во-вторых, все это, как правило, заканчивается вот так вот по щелчку, я не помню, где это говорило или нет, но на банфаксе, в какой-то статье, в комментариях, человек написал такой комментарий, который звучит буквально так, так что сколько я добра им сделала, сколько людей поувольняла, ну, вот, видимо, это сотрудник отдела кадров, да, писал, но в конечном итоге взяли и уволили меня. Само уволили, читали. То есть, ну, рано или поздно вот ваша даже тактика подлизывания, да, приведет к плачевному для вас результату, а если вы будете состоять в нормальном профсоюзе, то к вам будут так или иначе все равно уважительно относиться, потому что членов нормального профсоюза начальники уважают и не позволяют себе, да, распускать язык, хамить, какие-то идеи с самодурством каким-то заниматься, да, по отношению к ним, потому что знают, что их, если они будут так вот о себе вести некрасиво, то их поставят на место. Ну и, в принципе, еще тут важный момент такой, что когда вы выстраиваете отношения с начальником, то вы ему обязаны всегда. То есть, он вас где-то прощает, где-то вас ставит, и вы всегда находитесь в таком перманентном состоянии обязанности ему. А когда вы состоите в профсоюзе, то ваши отношения складываются профессионально, в рамках вот деловой этики, да, то есть, вы выполняете свою работу, он свою, и сверх этого никто никому ничего не должен, там, не по-человечески, ну, по-свойски, там, такого нет. То есть, ну, выбирайте сами. Хорошо, поехали дальше. Если мы будем что-то требовать, то предприятие развалится. Да, я вот помню, на Алтай-Вагоне, когда мы там требовали вытяжки поставить, чтобы начальники распространили вот такую точку зрения, что сейчас, как проверки, понаедут на завод и закроют вообще завод к чертовой матери. И потеряете вы даже ту работу, которую имеете. Ну и часть людей, конечно, поверила в это. Но на самом деле, давайте разберемся. Допустим, если вам не выплачивать зарплату, то если вы ее будете требовать, вам говорят, вы потеряете рабочие места. Но зачем вам, во-первых, рабочие места, на которых не платят зарплату? То есть, ну, работать вы идете для чего? Для того, чтобы просто работать бесплатно, либо для того, чтобы получать деньги. Если так, то вы обязаны просто требовать деньги за свою работу. Во-вторых, если начались какие-то вот эти проблемы, то поднятие шума вот этого, да, для решения вот этих проблем, оно необходимо для выживания этого предприятия на самом-то деле. То есть, предприятие само оно не закроется. Запустится со стороны государства свои механизмы, да, там, определенные, которые позволят, не обанкротив конкретного человека, да, который владеет сейчас, сохранить предприятие. Дальше. В большинстве случаев это просто заблуждение, потому что нужно изучить экономическое положение предприятия и понять, да, для себя, насколько имеет предприятие возможность, там, повысить зарплату, ввести какие-то добровольно-медицинское страхование, в коллективном договоре приписать, еще какие-то вещи. То есть, когда мы изучаем экономическое положение предприятия, у нас появляется более полная картина, и в большинстве случаев она говорит нам о том, что предприятие имеет возможность это сделать, потому что если предприятие работает в убыток, то оно закрывается и уходит с рынка. Но если оно работает, значит, у него есть возможности какие-то. Угу, это верно. Так, и пятый, последний вопрос. Мне скоро на пенсию, а вот вы, молодые, занимаетесь вашими профсоюзами. У меня вот вопрос, да, к таким людям встречный. Вот вы видите, да, что на предприятии, на котором вы работаете, куча проблем. Низкие зарплаты в стране на предприятии, без разницы. Плохое отношение со стороны начальника, условия труда плохие. И вы говорите, что я уже старый, и я не хочу это решать. Но вы понимаете, что подрастают ваши дети, внуки, и они тоже будут жить в этой стране. Возможно, они придут на это же предприятие. И если вы сейчас не будете как-то участвовать в том, чтобы эти проблемы разрешились, хоть в какой-то степени, то ваши внуки, дети, правнуки, потом, через какое-то время, придя на это предприятие, попадут в еще более худшие условия. Они попадут на более разрушенное предприятие, да, если не требуют, чтобы его как-то модернизировали, обновляли. В более там разваленные душевых будут они мыться. У них будет более низкая зарплата, у них будет меньше прав, как у граждан, да, если мы говорим про государство. И тут как раз надо подумать вот этим пенсионерам, а какую страну, какие условия они хотят оставить своим молодым детям и внукам подрастающим. Будущему поколению. Будущему поколению. Так, ну все, я думаю, можно на этом закончить. Если вам, дорогие зрители и работники, и рабочие, понравилась эта рубрика, можете тоже оставлять в комментариях вопросы. Мы на них с удовольствием ответим. Спасибо большое за внимание. Всем пока. Счастливо. Спасибо.